В Магаданской области продолжается иммунизация населения от коронавирусной инфекции. Первым компонентом вакцины «Спутник Ви» привито почти 40 тысяч человек. За прошлую неделю вакцинировались более 2,5 тысяч. Более 500 человек иммунизировались повторно. Тем не менее, темп вакцинации в Магадане, Ольском и Хосинском округах ниже среднего. 60 и старше лет – 398 человек. От 50 до 60 лет – 425. От 40 до 50 – 561. От 30 до 40 – 632. И молодежь – 379 человек. Практически полностью выполнен план по вакцинации работников сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, досуговых и развлекательных центров. Всего предстоит привить почти 13 тысяч работников. Кроме того, согласно постановлению главного санитарного врача региона, вакцинацию должны пройти работники сфер услуг, транспорта, торговли, общепита и многих других. Количество привитых – не менее 60% той или иной организации. Таким образом, первый компонент сотрудники должны получить до 20 августа, 2 – до 15 сентября, а это более 10 тысяч человек. По словам специалистов, выполнить план вовремя может не получиться. – Ничего хорошего нет в том, что если будет остановлено через какой-то, ну, будет, допустим, через месяц, даже полтора, будет остановлена работа какого-либо из предприятий. Это же плохо. – Плохо. Тогда я к чему говорю? Уважаемый товарищ министр, работники торговли у нас в Министерстве сельского хозяйства и торговли. Если вы допустите остановку, собирайтесь, руководители объясняют. – Приглашайте на консультации главного санитарного врача на эти встречи. Кто мешает с руководителями этих предприятий, учреждений сегодня встречаться, приглашая главного санитарного врача, приглашая там ответственного работника Министерства здравоохранения и обсуждать эту проблему. А что дальше? Вы же мне целые отрасли остановите. Напомним, жителям Магаданской области доступны несколько вакцин. Уже известный двухкомпонентный спутник ВИЗ-интервалом в три недели и облегченный однокомпонентный спутник ЛАЙТ, который доставили в регион в конце июля. И в этом не виноватся. В Магаданском парке «Маяк» провели Куваевский костер. Это ежегодное августовское мероприятие, цель которого – популяризация краеведческой литературы. В этом году костер посвятили присвоению областному центру статуса город трудовой доблести и славы. В годы Великой Отечественной войны Колыма была фронтом ударного труда. Производственные коллективы Магадана поставляли одежду и продовольствие для горнорабочих, а также обеспечивали ремонт оборудования для шахт и приисков. «Мы все помним, что магаданцы, труженики Колымы принимали активное участие. Они ковали победу Великую Отечественную. Мы знаем очень большое количество наших земляков, которые добывали золотые металлы. На свои деньги и наличные средства делали танки и на них воевали. То есть сегодня логично, да, костер посвящен именно этой теме». Так удачно совпало, что фестиваль «Куваевский костер» совпадает с праздником людей замечательной профессии. Людей, благодаря труду которых мы сегодня живем в нашем уютном и красивом городе. С Днем Строителей! «Мы сейчас находимся на том самом месте, где действительно 23 июня 1929 года подошел первый корабль, и вот именно на это место начали выгружать здания разборной школы, домиков и так далее. И именно строители, чествовать которых мы сегодня будем, к 1939 году сделали город, в котором жило уже 32 тысячи жителей и создали нам те улицы, по которым мы сейчас ходим и гордимся. Это и улицу Ленина, и улицу Портовую, и Первую Магаданскую школу, и много-много чего другого. С праздником, дорогие строители, созидатели!» Также в этот день поздравили и строителей. В минувшее воскресенье сотрудники этой сферы отметили свой профессиональный праздник. Мэр Магадана Юрий Гришан поблагодарил специалистов за их труд, вручил благодарственные письма и почетные грамоты. Градоначальник отметил, что именно благодаря представителям этой профессии областной центр продолжает развиваться. «Мы наградили тех людей, которые внесли особый вклад в развитие в город Магадан, и те, кто строит жилые дома, и те, кто строит спортивные комплексы, и те, кто ремонтирует школы, инженерные сети. Все они строители. И вот то место, где мы сейчас находимся, это является сегодня эпицентром развития города Магадана. Я уже показал, что и от морского торгового порта, и до рыбного порта везде ведутся стройки. 12 стройок ведется только в обозрении того места, где мы находимся». «Безсловно разговаривайте с нами. Подкинем дом, где живет костер». Торжественный костер зажгли мэр Магадана Юрий Гришан и почетные жители областного центра Юрий Прус и Владимир Печеный. Также в этот день с музыкальными номерами выступили творческие коллективы города. В этом году запланирован косметический ремонт трех подпорных стенок. Первую стенку, которая находится на автовокзале, уже полностью привели в порядок. Из-за непогоды там работы заняли немного больше времени, чем предполагали сотрудники комбината зеленого хозяйства. Однако это не помешало им уже сегодня сделать последние штрихи на подпорной стенке около политехнического техникума. Специалисты КЗХ привели ее в надлежащее состояние, поэтому теперь она стала более красивой и аккуратной. Третья стенка, которую мы сегодня начнем ремонтировать, это в районе Карломарса 18, которая тоже уже подозносилась, имеет не очень презентабельный вид. Мы ее приведем в порядок. Помимо этого, силами учреждения производится значительное количество работ по ремонту контейнерных площадок, укладке плиточного покрытия и благоустройства нашего любимого города. Что касается восстановления требующих ремонта контейнерных площадок, то несколько последних лет комбинат зеленого хозяйства комплексно этим занимается. Во многих дворах областного центра эти специально отведенные места вызывают обоснованные нарекания жителей. Но благодаря усилиям сотрудников КЗХ город меняется. Контейнерные площадки ремонтируют по жалобам магаданцев и по составленному на год плану. Магаданцев приглашают принять участие в творческом конкурсе «Область глазами молодых». Это фотографы, видеооператоры, журналисты, видеоблогеры региона в возрасте от 14 до 35 лет. Конкурсные работы принимаются в формате фото и видеоматериалов. Всего три номинации. «Колыма без фильтров» – работы, в которых показана природа, архитектура Магаданской области. В теме «Работы, в которых показана молодежь Колымы» – «Лови момент». Работы, в которых показаны события, проходившие или проходящие в регионе. Для участия необходимо подать заявку через систему АИС «Молодежь России». Материалы необходимо продублировать на электронную почту. Команда «Собака49гофру». Заявки на участие принимают до 30 сентября 2021 года. Подробную информацию можно узнать по телефону 62-76-84. В Магадане отмечают День коренных народов Севера. На территории Колымы проживает около 6 тысяч представителей различных этносов. Вены, коряки, юкагиры, чуванцы, ительменцы, камчадылы, чукчи и другие. В регионе для поддержки народов Севера действует государственная программа. Это поддержка организаций, которые занимаются традиционной хозяйственной деятельностью, сохранением культурного наследия, этнических языков, духовных традиций и культуры КМНС. Также для представителей коренных малочисленных народов Севера предусмотрена единовременная денежная выплата. Обычаи и традиции коренных народов являются неотъемлемой частью культурного наследия Магаданской области. Продолжение следует...